Сенцов всему миру показывает, доказывает и удовольствие, что Украина, украинский народ это нация, достойная, гидная нация. А эта нация, наоборот, у себя и Сенцову, и миру показывает, что она никакая. И ищет, то ли в примерах Савченко, то ли в примерах еще кого-либо, отговорки любые, чтобы не бороться и быть постоянно на коленях, как рабы перед барыгами. Что за всей этой Wicked Game History, история Савченко, следует и происходит. То, что она своим примером, таким гонебным, не только поведением, а и своим прикладом, случаем, она заспойлерила, очернила борьбу Сенцова, Олега, который практически уже при смерти, потому что столько голодать. Даже если в воду добавляют какие-то там минералы или полезные вещества, или там белок, или еще что-то для поддержания жизни, это уже предел, это уже притык. Но в чем само паскудство истории Савченко? В том, что это спойлерство передалось народу. И народ теперь, типа, ну какой народ? Мы не говорим за тотальную биобыдломассу, а говорим за более-менее проукраинский, налаштованный на этнический украинский, который как-то душой болеет за Украину. Вот он, этот народ, тоже ударился в свистопляску и никак уже не реагирует на борьбу, которая здесь, внутри Украины, внутри этого народа, для будущей семьи, их детей и тому подобное, должна происходить повседневно, повсеместно и постоянно. Потому что мы же видим, выборы это херня полная. Не херня это тогда, когда чиновник знает, что если он напортачит, там, закосячит, как говорится модно, то он должен спердалить с этой власти и очень жестоко. Но нет, все чекают выборы, перед выборами пиарнулись, опять все заново. То есть, народ говорит, что, ну, вы же посмотрите на Савченко. Кроме того, что Савченко, Надежда, она поехала на взятие Луганска, поехала без боекомплекта к ДШК. Это станковый пулемет, который монтируется на БТР. То есть, взяла бойцов, подставила этих бойцов. Бойцы были молоды, горячие, очень патерналистичны, за что и погибли. А здесь, на гражданке быдло, погибать не собирается. Она дальше портачит, оно дальше. Потому что это же не война, это же гражданка. Тут можно лгать, можно дурака валять, можно идиота играть из себя. Или массу идиотов. Ничего за это не будет. Только это будет все бойцам на войне. То ли украденные дотации, то ли спойлерство командиров, то ли хреновое начальство ихнее, бездарное, конченое. Такое же, как и здесь, которое на выборах выбирается. И, кроме того, еще Савченко оттуда, уже с пленения, позвонила, выручайте же меня, красавицу, полулысую, вечно ходящую, не женоподобную, не женственную, какую-то пацанку, что не скажешь о ее более-менее нормальной сестре Вере, которая и не догадывалась, что такая херня происходит. Наверное, мама вряд ли догадывалась от такой чуши, о которой они там придумали в застенках ФСБ на Лубянках. Звонит, выручайте меня, значит. И опять человек 10 айдаровцев в ловушку самых лучших бойцов, которые поверили, которые видели, но не могли увидеть, что это есть Савченко. Говорит, какой она там была, как она воспроизвела на себя впечатление, что за ней повелись бойцы, это жуть, и поехали брать Луганск с одними калашами, без боекомплекта ДШК. Капец, полнейший. То есть и командира надо было привлечь минимум как к 30 суткам галвахты или работам каким-то, чтобы оно не было такое тупое, бойцов на верняк, на смерть не валило и т.д. И потом самая аж главная история, что она вываливает после 2-3 пары месяцев голодания вот с такой сракой, с тухьесом, с таким, с жажратой харей, наглой. И начинает тут порядок свой тупой наводить. Ну понятно, это была и договорка, ее там в недрах, ее там подкарывали, чтобы она потом здесь вела так, заспойлерила все, загрязнила чернила, чтобы с нее весь свет похотом ржал, с ее вонючих носков там в Верховной Раде и тому подобное, поз. То есть говно чистой воды. Стыдно и неприятно даже матери и сестре за такое поведение. Ну чего они сделать и сказать не могут, потому что они уже в этом завязаны были, к сожалению. Вот завязаны на этом ее поведение, вот таком вот. А спойлерство состоит в том, что народец смотрит и себе шепчет, вышептывает, говорит, ну и Сенцо вот тоже так долго голодает и все никак не умер. Это часто слышно среди этой быдлы, поганой позорной, которая кочеврежет себя под украинцев или под каких-то там борцов, потому что сватая об этом вообще говорить бесполезно. Это все равно, что со столбом разговаривать. Значит, вот этот пример дурной Савченко повлиял на этот дурной тоже народец, который себя выпячивает типа проукраинским. И сыграл вот такое, вот такая апатия у него, у этого народа. Что у него еще? Значит, получается, что выходит в том, что как может быть нормальный, не патологический народ вестись на какую-то гадость, херню, спойлерство. Не может! Значит, он должен быть априори тупейшим народом, а это показывает недавние, последние, не то что выборы, а вообще поведение этого народа. Януковича, который выбирал до этого, после этого и т.д. То есть, это о чем-то говорит. И вдруг, хоп, откуда ни возьмись, они флаги в руки, и под боями, они уже счастливые, они уже все, они уже нация. Вдруг, ни с того, ни с сего, хоп, панька, встанька, встала нация. Вдруг, выходит из всего, получается, что Олег Сенцов, несмотря на все, может, чего-то понимая, а может, чего-то веря в то, чего и нету, веря в народ, веря в веру этого народа, который уже попустился, ну, не все, естественно, наш, конечно, но больше своей биомассы, вот эта совковая, которая перебрала на себя роль, ведущую роль, роль украинства. А когда оно стало, это украинство, таким, что надо и саночки возить, блин, за собой, а не только кататься, по трупам, по крови, по тому, что бойцы защищают напередки этот народ, надо, чтобы народ защищал, честь, достоинство и себя, и свое будущее, и т.д., и свою державу защищал, а оно нет, оно что-то не защищается, чморидность, чмородность внутри до сих пор живет, к сожалению, та же совковая глубинка России, ничего не поделаешь, и если бы этот народ вышел толпами, миллионами и сказал, что нужно захватить то, на что Путин согласится на обмен на Ченч Свинцова, а такого лохмотия было в Украине из 14-го года везде полно, только народу было похрен, потому что он был занят, кто чемоданами сваливать, кто на передок шел бороться, кто внутри боролся, а кто жополизни, а кто и жополизничал, медальки облизывал из говна от воровской власти, которая их обдаривает грамотки, медальки за жополизничество. Вот и пришли к тому, что мало того, что сам чаморошники, био-быдло массовская пыль, биопыль, народишка постсовковой, чистый совок, чистая глубинка рашки здесь, на терренах Украины. Не то, что сам не борется, а еще плюет и похеревает, не поддерживает тех, кто борется. Сармат боролся, боролся ж, конечно. Сашка, Сашко, Билый, боролся, боролся ж, конечно. Лесник боролся, множество боролись, но быдло биомасса, она любит жевать только медальки из говна и гребаные грамотки из говна из этого, которые стоят крови тысячи, тысячи бойцов наших украинских, проукраинских, которые погибают за это быдло, которое грызет эти медальки из говна от власти коррупционной и думает, что это золото приплыли. Вот с полнейшей вероятностью можно сказать, что если сейчас к примеру Олег Сенцов напишет прошение к этому преступнику, бандиту, международному, имбецил с комплексом непогневартости, Путину, письмо о помиловании, то тут в Украине такой хай начнется, такой хай тех, кто не борется, тех, кому судьба Сенцова похрен, и похрен своя судьба, и будущее своих детей, будущее страны своей, оно никакое, но спойлерить, очернять, слухи, бормотать всякую хрень, только давай, только вперед, это значит о низком развитии духовно-моральном, интеллектуальном тоже этого населения, которое вызвалось быть суперукраинским, считаться, и поднимать те флаги, которые были политы кровью украинской постанской армии, и сейчас эти флаги плендровать и спойлерить, профанировать, и на заключение таких, к сожалению, дофига, взять того же спортсмена Усика, который сказал, что он этим самым, что он в Москве выступает, что он преступника международного террориста Путина лихитимизирует в глазах и Украины, борющейся и всей общественности, что он именно и он и является тем, кто прославляет Украину. Вот же незадача. Пусть тогда с его мнением он сделает себе флаг, усик напишет там и себе пиарится, где хочет, у кого хочет в постели, у Путина или еще кого-нибудь, но он представляет украинский флаг там, в той России, то есть каждый должен себе, который пытается спойлерить, борящуюся Украину. Представить вот того бойца, 18-летнего или 21-го годка, пацана, который после взрыва с Бетера его выбросило и он в кровище весь помирает, а его, вот это, которая сепарская, даже не сепарская, а ГРУшная, смеття, оккупационная, путиновская, окружила, и его пытает там, где, что там это находится, откуда ты, спрашивают. Человек попросил воды по-украинскому, сам он из Львова, а они его пытают и всякую свою соловьевскую, киселевскую, пидорскую, вонючую, гнидную, парашинскую, петушенную пропаганду втуливают. Это что, понятия вот такие? Гниды, они и в Африке гниды, и если ты легитимизируешь этих гнид, ты становишься такой самой гнидой, 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 потому что это гнидное советское правительство сначала топило в репрессиях, в кровище, в голодоморах свое население своей страны, а потом, когда это население встало в штыки, под штыки, в армию пошло, и это население, которое топили в кровище и обращались как с быдлым, как с бурлаками на волхе, его быстро захватили в плен, миллионами, миллионами, и потом советское правительство сказало, что да оно предатели они, шли вон, это не люди, то есть миллионы, миллионы советских бойцов для них, для этих гребанных коммуняк не люди, вот к чему и привело, что эти воры гребанные коммуняки ограбили весь этот совок, превратили его до низости, до ниже плинтуса, пожирания ножек буша, сами ограбили золотом партии, слиняли, а народу оставили то, что оставили, свое гнилое, вонючее, парашенское наследие ниже человеческого, не то что там уровня, духовности, просто достоинства, то есть, почему Усик это говорит, потому что с его позиции, с его ментальности, менталитета, это достоинство, потому что он в этом видит всем подтверждение себя, своей говорятины, миллионы такой же, такой же толпы, которая ни хрена не делает, не делала и не собирается делать, но считает себя кем-то славой Украины, она себя считает, вот эта биомасса, так же, как и Усик себя считает славой Украины, которые у Путина в подмастериях борются и легитимизируют терроризм международный. Субтитры